На лыжной базе для саровчан прошел традиционный день снега. Для любителей активного отдыха подготовили множество площадок на свежем воздухе. В рамках зимнего праздника прошел городской фестиваль снежных скульптур «Арт-елка». Веселые соревнования, лыжные состязания и интерактивные мероприятия. Наша елка непростая, наша елка игровая. В рамках городского фестиваля снежных скульптур «Арт-елка» на дне снега ученики 2-го класса центра образования сделали елку-забаву. Через специальные тоннели на ней можно запускать шарики по спирали. Снежную фигуру украсили конфетами, игрушками, загадками и разноцветными лентами. Ученики вместе с педагогами и родителями водили вокруг новогодней красавицы хороводы и согревались горячим чаем с сушками. Придумывали долго все вместе с классом, с родителями. И вчера пришли, собрались и сделали все вместе и детьми тоже, естественно. Посмотрите, сколько у нас в классе собралось сегодня и родителей, и детей. И люди не пожалели своего выходного ради того, чтобы вместе всем побыть. На самом деле это очень классно и настроение создает замечательное. На лыжной базе пестрили разноцветными красками и другие оригинальные и функциональные снежные скульптуры. Воспитанники детского сада номер 40 сделали елку-кормушку для птиц. И каждому желающему раздавали памятку, чем можно кормить пернатых зимой. Традиционный день снега – ежегодный праздник для саровских любителей активного отдыха на свежем воздухе. И взрослые, и дети могли найти здесь для себя увлечения по душе. Футбол в валенках, хоккей с мячом, брумбол, семейные конкурсы, квесты и активности. А для спортсменов прошел Кубок города по лыжным гонкам в разных возрастных категориях. На дне снега первую акцию Добрых дел провели педагоги и волонтеры Центра внешкольной работы. В рамках нового российского движения детей и молодежи – Движение первых. Движение это нацелено на то, чтобы оказывать помощь, поддерживать, в том числе и разные категории ребят. И такую эстафету Добрых дел они начинают именно сегодня. Тем, что предлагают горожанам вместе с ними поучаствовать в этих игровых площадках и в этой программе, которую они предлагают. Стрелецкий городок молодежного объединения «Армир» традиционно собрал вокруг большое количество мальчишек. Кроме исторических фотозон и фехтовальной площадки, для гостей праздника подготовили и кое-что новенькое – настоящие выстрелы из пушки. Пушка сделана специально для фестиваля исторической реконструкции ролевых игр. Она сделана из алюминия и пластика, оружием не является, но при этом очень громко и красиво бабахает. В качестве заряда используется холостой патрон 7-62 для винтовки Мосина, светошумовой. В качестве заряда, если есть желание, то стреляем теннисным мячиком. После лыжной базы передала эстафету «Дня снега», «Нокоток и кар», хоккейную площадку «Сокол» и «Ледовый дворец». В городской думе прошло совместное заседание комитетов. На встрече рассмотрели вопрос создания фока в Сарове. История со строительством фока в Сарове длится уже больше 10 лет, и каждый раз все упирается в нехватку финансирования. Сейчас, по словам представителей администрации, область строит объекты преимущественно фоки открытого типа, там, где спортивной инфраструктуры нет совсем. Мы, со своей стороны, пытаемся участвовать и обсуждать и на региональном уровне, и на федеральном уровне. И рассчитываем, что все-таки наше мнение будет учтено. У нас есть несколько мест для размещения фокодов. Это, прежде всего, мы рассматриваем микрорайон 15, потому что объект достаточно удален от всех спортивных объектов микрорайонов. И плотность селения достаточно высокая. Еще одно место, где может появиться спортивный объект – стадион за спорткомплексом «Юниор». При этом есть вариант построить там не фок или фокод, а модульный спортивный зал. Эта программа подразумевает частичное финансирование основы и площадки для размещения за счет средств местного бюджета. Остальной объект будет предоставлен, то есть это готовые модульные решения. В общем-то, это, конечно, не фокод, но в целом это тоже дополнительный спортивный объект, который позволил бы заниматься в любую погоду. При проектной подготовке минимум, поскольку существует уже готовое решение, которое нужно лишь привязать на местность. Заявку в Министерство спорта региону уже отправили, ответа пока нет. Однако инициатива со строительством модульного спортзала поддержку у народных избранников не нашла. Например, депутаты опасаются, что после строительства этого объекта вопрос с фоком совсем закроют. Место размещения зала тоже вызвало дискуссии. Там сконцентрировалось два кухня центра. Через дорогу, если мы перейдем, там замечательный сейчас построится у нас стадион 12-й школы, который также будет пользоваться спросом. Зачем нам концентрировать? Значит, в этой части города, в центре, столько спортивных объектов. Кроме того, предложенный вариант – это просто зал с подсобными помещениями, в котором нет трибун, то есть проводить там соревнования будет нельзя. При этом компания, которая занимается этими модульными объектами, предлагает различные модели. Например, в Саруе всего одна закрытая ледовая арена. И места для тренировок и детским, и взрослым хоккейным клубам порой не хватает. Большая проблема с ледовым. Закрытым ледовым. Вот, с катанием. И если бы это был не баскетбольный зал, да, или паркет, если бы, например, модульная ледовая площадка, вот это было бы идеальное решение для этого места. Депутаты решили вернуться к этому вопросу и привлечь спортивную общественность и горожан, чтобы сообщать, решить, какой именно объект и где нужен. Но войдет ли Саров в эту программу в итоге, так пока и непонятно. Две бронзы, два серебра и золото. Такие награды привезли саровские горнолыжники с очередного этапа первенства Нижегородской области. На старт вышли и родители воспитанников Ларисы Караваевой. Наша горка круче всех, нас на стартах ждет успех. Четкие и слаженные движения, серьезная скорость и ни капли робости в глазах юных спортсменов. Крутой спуск горы, от которого захватывает дух у зрителя, для ребят стал давно родным. На лыжи многие воспитанники Ларисы Караваевой встали впервые еще в 4 года. Сейчас за их плечами годы тренировок. Копилка наград лыжников с каждым годом пополняется новыми победами и достижениями. Катаюсь уже здесь 6 лет. Вот пришел я маленьким, 4 года. Как мне говорили, я сначала ничего не умел. Мне даже сказали сюда больше не приходить, но я вернулся. Как видно, что я сейчас здесь стою и выступаю на соревнованиях. В 2023 год воспитанники Ларисы Караваевой начали с побед. В конце января юные спортсмены успешно выступили в Нижнем Новгороде на соревнованиях памяти Александра Сигень. Первое место заняла Мария Антипова, Тимофей Венцель и Андрей Веселов взяли серебро, а Владу Буринину присудили бронзу состязаний. Первые соревнования мы смогли потренироваться только один раз, потому что у нас не было снега. Все наши школы, нижегородские, у них есть пушки, и они уже с 26 ноября открыли свой сезон. И когда мои дети попали на пьедестал с одной тренировкой, нам и строители говорят, Саров, как вы опять здесь оказались на пьедестале? Я говорю, наверное, по старой памяти. Сейчас ребята готовятся к новым соревнованиям, которые пройдут в конце недели в Хабарском. Лыжная база предоставляет прокат спортивного инвентаря. Чтобы взять на прокат ватрушку или лыжи, необходимо оставить в залог любое удостоверение личности. С 1 января на лыжной базе начнет работать прокат лыжного инвентаря и сноутюбингов. В наличии порядка 55 пар лыж и 50 ватрушек, как для взрослых, так и для детей. На территории базы есть несколько лыжных трасс, которые подготавливают бураном или ратраком. У нас, значит, традиционные трассы – это 5 километров спортивные, но по ней можно не только 5 километров проехать, можно проехать и 2,5 километра, и 3 километра, задействовав при этом поляну. Это трассы, скажем так, с перепадом высот, то есть для более профессиональных спортсменов. Есть также трассы, которые мы укатываем по поляне. Это 1 километр, 2 километра, 3 километра. Чтобы взять на прокат спортивный инвентарь, необходимо оставить в залог любой документ – паспорт, пропуск, водительские права. Прокат работает 1 января с 12 до 20 часов, со 2 по 8 января с 10 до 20 часов. А у профессиональных лыжников сезон уже стартовал. Первые состязания прошли в ноябре в Хакасии. В декабре воспитанники с Шоратом также приняли участие в городских и во всероссийских выездных соревнованиях в Тюмени и в Сыктывкаре. А 31 декабря в 10 часов лыжная база приглашает всех воспитанников спортивной школы на новогоднюю гонку на призы Деда Мороза. А дальше уже крупные проводим соревнования с 6 по 8 января. Это чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжным гонкам. Приезжает более 200 спортсменов. Приезжают в основном спортсмены Нижегородской области. И также в этом году мы планируем привезти молодежную сборную России, чтобы также ребята приняли участие в наших соревнованиях. За более подробной информацией о прокате инвентаря обращайтесь по телефону 4 98 13. А за новостями спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» следите на сайте школы или в группе ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова